МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадо-компании Гомерю, студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. За мест четырех котельням одна мини-цец. Сёння я евро чисто открыли у Калинковичах. Закон и парадок у областной прокуратуры подвяли выники работы за минулый год. А у нас у кватеры газ. Як часто могут проверять газовое обсталявание, доведалися наши корреспонденты. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Сёння у Калинковича хурачиста открыли мини-цец на мясцовых видах палева. И она стала третьей у Гомельской области. Тепловой энергией мини-цец зможе сбеспечивать палобу райцентра. Кольки каштавал проект и чим он будет выгодны для экономики и же хоров города, ведая Марина Джалая. Мини-цец складается с трех залов. Первым находятся газовые котлы, другим котлы, которые работают на дранце. Третья зала – турбины. Тут с допомогой пары выпрацовывается электроэнергия. Чаская идея на забеспечении работы котельни, а остатняя отправляется на продаж. Слева от выхода – працанное место операторов. Каб контролировать функционование теплоэлектроцентрали, таких специалисту на смену необходимо всего два. Владимир Буглак операторам працует больше 10 лет. Кажет, что новая автоматизованная система значно спрашивает работу. Например, любые несправности об отхилении температурного режима в объектах зоны обслуживания сразу отлюстровываются на мониторах. Многие проблемы выращаются в один клик. Удобно в том плане, что мы можем видеть температуру на улице. У нас есть режимная карта, по которой мы выдаем температуру воды на город. И если вдруг температура не соответствует норме, то мы просто меняем все это в один клик. Мини-ЦЭС бы давали амаль полторы годы. Ее заведение стало махчимым дякуючей реализации программы выкористания драуняной биомассы для централизованного теплозабеспечения. На объект потратили свыше 14 миллионов долларов, який выделил у якости державной пазыки банк реконструкции и развития. Еще больше 2,5 миллиона рублей – сродки областного бюджета. Плануется, что термин окупности проекта складе – 7 годов. Строительство данной мини-ЦЭС давно назревало, так как износ оборудования старой котельной порядка 80%. Поэтому в любом случае нужно было делать либо реконструкцию котельной, либо мы вошли в программу строительства мини-ЦЭС. А зараз себе кошт одной гигакалоры теплоэнергии складе – 112 рублёв. На новой ЦЭЦ он будет ниже и за 80 рублёв. Данный объект очень актуальный для города. Он позволил закрыть три котельные, которые работали на газу. Это котельная Первомайская-19, Князева-7 и Советская-116. Котельные работали на газу, но на данный момент мы работаем, в основном, большая часть, как я говорил, на щепе. То есть газовым котлом мы только помогаем добирать необходимые параметры. Заявление новой мини-теплоэлектроцентрали дозволит скратить годовый объём выкористания природного газа на 12 млн кубометров. Это около 60% от огольного споживания. Экономия – 3 млн рублёв в год. Это станет махчимым, дякуючей рознице, кошту на природный газ и палевную дранку. Доля выкористания местовых видов палевого взрослела двоя – до 70%. Открытие этого объекта всё-таки сэкономит энергоресурсы. Это практически огромное количество газа. Мы переходим на местные виды топлива. Конечно, для наших жителей это подарок. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, лично губернатора, всех руководителей, которые руководили предприятия и организации. В планах до 2020 года реконструировать газовую участку котельни, чтобы она полностью работала на мясцовых видах палева. Физично застарелые котлы заменять на новые. Необходные средства так же выделить банк реконструкции и развития. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиоакомпания «Гомель» с Калинковичев. В минулом году на Гомельщине значительно увеличилась количество тяжких, особенно тяжких злочинств в сфере семейно-бытовых отношений. Их причиной частей за все является злоуживание алкогольными напоями. В связи с этим жилево-коммунальные господарцы в области поставлена задача организовать улик, квартиры домов, где находятся особи с антисоциальным ладом життя. Об этом и не только сегодня ишла размова на посаджении коллегии прокуратуры в области. Криминогенные ситуации в регионе подсекавилися наши корреспонденты. Летошняя статистика подтверждает, криминогенная ситуация на Гомельщине поляпшается. Во вселяком разе снижение на 3% колькости зарегистрованных злочинствов – заправдиста научная тенденция. При этом выводку хулиганства стало меньше, амаль на 6%, махлярства на 11%. Еще одна научная тенденция – на Гомельщине почали раскрывать забойства, які были ученены ранее. Сучасные технологии дозволяют криминалистам робить гэта достатково эффективно. Сирот тенденций не вельми приемных по величенню фактов на умысленного нанесения тяжких телесных пошкодженьев и все еще достатково великая колькость крадежоу. Если говорить языком уголовного кодекса, тайное хищение имущества кража – это не только в магазине, в магазине, на предприятии, в учреждении, в любом. Квартирные кражи занимают большой отдельный вес системы краж. Что дыжится административных порушений, то тут на первом месте невыконание правил дорожного руху. В минулом году отповедные штрафы на Гомельщине заплатили больше, чем 400 тысяч человек. На другом ротку – распиция алкогольных напоев и изъявление устанья опьянения в громадском месте. 46 тысяч складенных протоколов. Разом с тем, у прокуратуры в области лечить с необходимым переглядеть подыходы по накированию особ, які злоуживаются алкоголем, у лечебно-прационные установы. Зараз каждый четвертый пациент не только знаходится у процедурного взрослета, але и мая – прационные навыки. Есть сегодня у нас другие профилактические меры, с помощью которых мы можем на них повлиять, вот чтобы они не выпивали и не ставили семью в тяжелое материальное положение. Но если он занят народным хозяйством, если он сегодня работает, то, конечно, у нас есть даже практика суда Светлогорского района, который отказывал органам внутренних дел в направлении таких граждан, которые заняты общественно полезным трудом, для направления ВЛТП. Поэтому мы будем корректировать эту практику возможными методами. Олег Сентеров, Евгений Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Газ под контролем. У Гомельской области в минулым годе отбылося некальки выпадков выбуху бытового газу. Десятки людей потерпели датручвание, у тым лику неполнолетние. Газовая плита, колонка або отепляльный котел утойвают у собе потенциальную небеспеку, тому мают потребу у регулярной проверцы. Отповедно нормативным документам, у шматкватерных домах, где выкрыстовываются только газовые плиты, техничное обслуговывание проводится один раз в год. Когда в доме эти квартиры имеются котел, ягода следует перед початком отепляльного сезона. Водонагровальную колонку проверяют один раз в квартал. Эксплуатирующие организации хотят проверить все квартиры. По той или иной причине. Или граждане наши беспечно относятся к себе, даже к себе, не к соседям, к себе. И не пускают, нет возможности про это. И получается вот замкнутый круг. Ни одна непроверленная квартира уже дом опасности. Котел або газовая плита, якея не пройшли техничное обслуговывание, могут не просто выезти из ладу, а створить погрозу житию и здоровью, як самих корыстальников, так и их суседзев. И тут уся небезпека у небачности вороха. Участились и в регионе и выпадки, когда граждан под видом газовщиков приходят махляры. Пропонуют свой товар, в частях это датчики утечки газу. Однако на сам речь каштуют такие приборы не 150-200 рублев, а усяго 20. По правилах забеспечальная организация попередня поведомляет об проведении техничного обслуговывания дома, ци в улице у приватным секторе. А подчас непосредных визитов супрацовники обовязаны быть у спецвопраццы, перед уходом продъявить посвечення, назвать свою организацию и прозвищам. Землеупарадковальная служба Гомельской области пропонує зарабить процесс наведения парадку на земле больше прозристым. Такая информация была огучена подчас сегодняшней вида селекторной нарады по пытаннях реализации природоохоунного законодавства, обзробленным и запланованным. Материял наших корреспондентов. Представники землеупарадковальной службы, прокуратуры, Комитета державного контроля, экологии, фонду Гомель оболмоемость. Пытаниями наведения парадку на земли сегодня займаются все. Об масштабах сробленного можно мерковать по такой лишьбе. За минулый год ответные работы проведены больше, как на 10 тысячах гектаров. По обороту пошли утягиваться земли, на какие по разных причинах некий час просто не звертали увагу. Это как сами в сельскохозяйственных организациях хранения используемые, прилегающие к сельскохозяйственным землям. А также после сноса жилых домов, отказ земельных участков в отведении личного подсобного хозяйства, огородничества и другие. Сирот эффективных способов утягнения земельных участков у оборот их продаж, праз, аукционы у тем лику для организации новых вытворчеств. В минулом году новых уладальников отримали больше, как 200 участков, что дозволило пополнить областный бюджет больше, как на 3 миллионы рублей. В этом практически каждый третий из них реализованы у Гомеле. Что тычется гэта года, то у землепаратковальных службах склали спис свободных участков, причем у вынеку необходности йон будзе пополнены. На специализированном сайте Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома в разделе «Подобрать земельный участок» любой гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может найти подходящий для него свободный земельный участок. Еще одна, не меньше важная задача за беспершение земельными участками ты, кто мая потребу у поляпшения жилевых умов. Зараз ушастки можно набыть омаль у 1300 населенных пунктов в области. Пропанова удвоя первойшая колькость ожидающих под шасть будовництва. Бодай один истремливающий фактор – отсутность на многих ушастках инженерных коммуникаций. У нас есть территории, где отмечается повышенный спрос на земельные участки. Это Жлобин, Речица, города Мозырь, Калинковичи, Светлогорск. Но в городах подобраны массивы, где количество земельных участков позволит в дальнейшем обеспечить всех желающих. В настоящее время там ведется проектирование, а также строительство инженерно-транспортной инфраструктуры. Что тышится гэта года, то неких значных корректы у деяной землеопродковальной службы уносить не плануется. Выключение можно лечить только новый парадок контролю за проводимой работой по наведению парадку на земли. У суевзи с гэтым уводится новая форма справоздачности, якая дозволит реально оценить эффективность зробленного. Была предложена некая форма учета в виде таблицы, конкретно проделанной работы и текущей работы, которая ведется на территории каждого сельсовета или сельс-полкома. Такая таблица на сегодняшний день внедряется. Пока ее внедрение идет не совсем хорошими темпами, есть замечания, но мы надеемся, что эта таблица будет внедрена, люди к ней привыкнут, и постепенно мы сможем достаточно оперативно видеть, кто конкретно чем занимается. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня непрацующих гомельчан знов запросили на встречу с представниками мясцовых предприемств. Во управлении по праце занятостей социальной обороны гомельского гарвы конкама прошел мини-кермаш вакансии. Такие кермаши у Гомеля уже стали традиционными. В минулом году их отбылося 35. С пропановой места предприемства ознайомились около 10 тысяч человек. При этом особливым попытам користаются рабочие специальности – токеры, фразеровщики, шлифовщики. По час сегодняшнего кермаша станочников шукали одразу некальки предприемств, причем у зровень зарплаты квалификованных кадров до полутора тысяч рублей. Хоть шансы тримать працу зараз есть и у гомельчан, які они мают необходных навыков. На широку предприемств готовы за властный кошт организовать навучальные курсы. Такая запотрабованность тлумачится поляпшением экономичного стану субъекта у господарни и нарушиванием объема у вытворчасти. Столяра, станочники, отделочницы – это мебельные цеха. В связи с увеличением плана люди востребованные тоже приходят, обучаем на месте, присваиваем разряды. В зависимости от разряда уже потом от опыта работы повышается заработка. Людей заинтересовываем, поддерживаем. Эта зима запомниться беларусам як одна з самых снежных. Як поведомили у областным гидрометцентры, снежная покрыва у Гомелі у Трояпера высела середнее шматгадовое значение для третьей декады студеня. На ранницу понеделка 28-го студеня яна склала 36 сантиметров. Яшчэ высшэйшым гэты покажчэк был у Василевича Хрэчэцкага района, где у неделю 27-го студеня досягнула знаки у 39 сантиметров. Середний покажчэк шматгадовых значэнне для третьей декады студеня 12 сантиметров. Абсолютным рекордсменам повышэні снежнага покрыва у Гомелі был 1967 год, калі город накрыла снежная падушка у 59 сантиметров. У целым павобласті покажчэкі значна адрозніваюцца, бо па заходзі регіона температурны рэжым перээдычна не дазваляя снежнаму покрыву утрымлівацца. Дапрыкладу ў Жыткавицким районі Новый год сустрэкалі без снегу, але ў пачатку студені сітуація змянілася. Міштым у Гомелі снежный полаг усталяваўся 15-го листапада минулаго года і з тых часоу паўнастю пакуль не разбураўся. Але на гэтым тыдні небесная канцеляры обвястіла курс на пацяплэння. У бляжайшээ дні на большай часцы тэрэторы краіны чакаюцца апаткі ў выгляде мокрага снегу і дажджу. Месцамі туман, на дорогах галалюдзіцца. Температура па ветра ў нашым регіоні ў начы складе каля нуля. У дзень до двух тепла. У выходны ядліга працягніцца прагназуюцца дажджы. У обласным центры прайшла перша ў гэтым годзі сустрэча на Замкавай. Героем літературна мастацкага салона став адзін самых маладых паэта ургіона Александр Паршанкоў. Яму ўсяго 19, аднак ўжо зараз ёна крыхтуе да выданне свой другі зборнік вершав. Александр студэнт трэцяга курса гістарышнага факультэта БДУ. Яхо цікавець доследованье рукапісных і стародрукованых книг. Ускарбонцы досягнення ў восім навуковых публикацій. Однак вучэбная дзейнаць не перешкаджае творчасти. На дварот слушаць крыніцей натхнення. Сечас гаварят о том, што начинайцца второй серебряный век. Дажа. Причем гаварят серйозны литературоведы. Мне кажаца, што для молодёжи поэзия очень актуальна. Зайдите в социальну сеть, очень многие люди делятся своими стихами. В минулом годі Александр Паршанко презентував дебютный сборник вершовжнево. Новое выдання рифтується до друку уже сё літа. Там совершенно разные темы, абсолютно. Очень много там затронута темы, что такое творчество в моём понимании, как вот приходят стихи, конкретно у меня и вообще-то какие-то рассуждения, имена творчества. А також целый цикл стихов, посвященный Питеру Брейгелю-старшему, моему любимому художнику. Первая версия Александр написал, коли ему было 10 годов. И они были присвячены историчным особам и падеям. У приватности Спартаку и битве при Кадеше у Старожитной Сирии. Зимовая казка. Колядный баль православной молоди пройшёл у Гомельским городским центры культуры. Свято ладилася по благословенній архиепископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. На баль прибыли не только гомельчане, а и пары из других городов Беларуси. Удельники в прихожих сукенках и костюмах грациозно танцевали под классичную музыку. В программе вальсы, полька, минуэт, кадры, лестародавня, контрдансы. Частка танцев была показальной и рыхтовалася загадя на репетициях. В остальных номерах могли принять эту делу все жадающие головное выполнять строгий дресс-код. Репетиции к балу проводятся на протяжении трех месяцев. Наш хореограф принимает к себе буквально молодежь всех возрастов. На протяжении трех месяцев два раза в неделю ребята репетируют танцы. Требования прописывались заранее и во всех программах и в пригласительных билетах. Для женщин это бальное платье либо платье ниже колена, чтобы было. Ребята, рубашка, брюки, традиционный наряд. Гости свята так само приняли у делу доброчинной лотереи, сродки, от якой пераличать гомельскому детячему дому. Гэты, а так само иншые новины вы можете знать на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Спрятала деньги в рюкзаке с двойным дном. Сотрудники гомельской таможни изъяли крупную сумму валюты у гражданки России. Женщина попыталась перевезти через границу 34,5 тысячи долларов США и 1800 евро. В Беларусь она прибыла в поезде Киев-Санкт-Петербург и не прошла контроль в пункте пропуска Терюха. Инспекторы обратили внимание на жесткую подкладку над ней ее рюкзака, а под ней нашли деньги. Валюту женщина не задекларировала, а потому всю наличность таможенники изъяли. К слову, нарушители избегают данную процедуру таможенного оформления по разным причинам. Иногда из-за того, что пытаются ввести в страну фальшивки. Как это было в ноябре прошлого года, когда гражданин вез из Украины 20 тысяч долларов, чтобы потом распространить их в Беларуси или дорожных чеков в соответствии с таможенными законодательствами Российского экономического союза без декларирования возможно лишь при условии, что эта сумма не будет превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При перемещении свыше указанной нормы необходимо письменное декларирование перемещаемой суммы. Данное требование гражданской России исполнено не было, именно поэтому в Гомельской таможне возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Пять человек задержали сотрудники наркоконтроля во время операции по пресечению канала поставки наркотиков в Беларусь. Среди тех, кого изобличили оперативники, четыре жителя Калинковича и один мазырянин. Двое из этой группы подозреваемых, когда их задерживал ОМОН, попытались выбросить из карманов свертки с наркотическим веществом. Это оказались потребители дурмана, а вот наркозбытчиков трое. У родственников одного из них на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения весом около килограмма. Эксперты подтвердили, что это марихуана, причем сырье не местного происхождения. Милиция полагает, что часть зелья поставлялась из-за пределов страны, остальное готовилось из дикорастущей конопли. Калинковским районным отделам Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурантам, возраст которых варьируется от 25 до 29 лет, инкриминируется незаконное хранение и сбыт наркотических средств. А сотрудники МЧС сегодня спасли водителя самосвала, который оказался зажат в кабине из-за столкновения с еще одним грузовиком. Авария произошла в Рогачевском районе в деревне Высокое. Обе машины съехали в кювет, одна из них опрокинулась. На дороге рассыпался песок. Чтобы извлечь из кабины пострадавшего водителя, понадобилась помощь спасателей. Они освободили его, используя гидравлический инструмент, и передали медикам. Также с травмами различной степени тяжести был госпитализирован и второй водитель. В ближайшие сутки на дорогах Гомельской области ожидается туман. В ГАИ рекомендует проявлять осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок. ГАИ за безопасность на пешеходных переходах. С 30 января по 8 февраля на территории Гомеля и ряда районов области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Безопасный переход». Цель акции – привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме наездов на людей и соблюдение правил дорожного движения. Наряды ДПС на время проведения мероприятия будут максимально приближены к пешеходным переходам. Вести повышенное наблюдение они будут в Гомеле, а также на территории Добружского, Житковического, Жлобинского, Мозорского, Калинковического, Реческого и Рогачевского районов Гомельской области. Основное усилие, а также внимание сотрудников госавтоинспекции направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходах, на пешеходных переходах. В 2018 году на территории Гомельской области прямо на Зебре произошло 81 ДТП. 5 человек погибли, 77 получили травмы различной степени тяжести. И это все новости за сегодня. Следите за происшествиями региона вместе с Дефакто. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. В очередных матчах чемпионата Беларуси хоккеисты Немана обыграли Гомель, а «Металлург» одолел Беларусь Ю-20. На льду в Гродно «Рыси» уступили минимально. Единственную шайбу забросил Артур Савинов на 24-й минуте. Матч закончился со счетом 1-0. Для гомельчан это вторая игра под руководством Сергея Стася. Новый рулевой отметил, что хоккеисты выполнили установку, но команде пока не хватает снайпера-исполнителя. Вчера также прошла первая встреча «Беларусь Ю-20» в третьей 20-ти минутке. Они удвоили счет, а Столивары в ответ забросили три шайбы. Матч закончился победой «Жлобенчан» 3-2. Ближайшие встречи пройдут 31 января. «Рыси» встретятся с «Динамо» молодечно, а Столивары проведут ответный поединок с «Беларусь Ю-20». У гомельского футбольного клуба «Локомотив» появился новый игрок. Контракт с железнодорожниками подписал Андрей Соловей. Трудовое соглашение 24-летнего полузащитника с клубом рассчитано до конца сезона. Ранее футболист входил в состав «Брестского Динамо» и «Жодинского торпеда БелАЗ». Вызывался в молодежную сборную Беларуси и дебютировал в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2017 против Словакии. В минувшем сезоне выступал за «Слоним-2017» и провел 26 поединков, в которых отметился 9-ю голами и 6-ю голевыми передачами. Тренерский штаб юношеской сборной Беларуси назвал предварительный состав на международный турнир «Мемориал Владимира Дзурилы». В список из 22 игроков попали и гомельчане, защитник Павел Денисов и нападающие Александр Антошков, Олег Кочеловский, Алексей Фурса, Арсений Штермер. Все они воспитанники Гомельской детско-юношеской спортивной школы. «Мемориал Дзурилы» пройдет с 7 по 9 февраля в словацком городе Пьештяны. Соперниками белорусов станут юношеские сборные Швейцарии, Словакии и Германии. Этот турнир станет генеральной репетицией перед апрельским чемпионатом мира Ю-18 в элите. В Минске сегодня стартует квалификационный турнир чемпионата мира 2020 года по мини-футболу. Сборная Беларуси проведет первый поединок в отборочной группе «Б» с командой Косова. Затем они сыграют с Андоррой и Норвегией. По итогам тренировочных сборов тренерский штаб утвердил заявку на квалификацию чемпионата мира. В нее вошли 14 игроков, в том числе вратарь Владимир Стремилов из БЧ и Владислав Селюк из ВРЗ. Финал первенства мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.